Сегодня на сессии областного совета депутатов принята новая областная инвестиционная программа, а так же региональные комплексы по будням жилья, развитию аграрного бизнеса, малого и среднего предпринимательства. Распроцовщики этих документов не только вызначили приоритетные накерунки, но и подлечили средства, которые потребуются на реализацию планов. С принятыми документами ознайомились наши корреспонденты. Инвестиционная программа Гомельской области принимается что год. Ее задача – сконцентровать областные сродки на наибольшь важных накерунках, перш за усех гэта социальные объекты. Причем летость при першопрошатково запланованных 76 миллионов рублей фактично выдатковали на 10 миллионов больше. Срод наибольш масштабных реализованных проектов, поликлиников в Гомеле, мемориальный комплекс Аллау в Светлогорском районе и некольки спортивных объектов у разных регионах в области. Сулютта инвестпрограмме закладена маль 75 миллионов рублей. Гэтые сродки будут накереваны в першую чергу на будовництво объектов, якие можно отнести до наибольшь социально значных. Тут и модернизация медицинских объектов, и узвядение установы дукации. Мы начали в прошлом году школу в 96-м микрорайоне, мы начали в прошлом году реконструкция БСМП, скорая помощь наша. И это основные направления, которые будут обозначены. Также мы продолжим строительство, которое идет с прошлого года. И мы сконцентрировали внимание на объектах, имеющих высокую степень готовности, в ближайшие годы, которые будут обеспечены водой. У нас назрела необходимость строительства детских садов в городе Гомеле, в Речице. В прошлом году мы начали эту работу и поставили задачу в текущем году разработать проектную документацию. Что касаемо города Гомеле, это 59-й микрорайон и 96-й микрорайон. Региональный комплекс будовництва жилья – это документ, который по сути детализует на прамке реализации ответной державной программы. Летость задания по будовництву на Гомельшине Первый канале на тому селета заховаются прикладными новогодние объемы – 500 тысяч квадратных метров. Но на протягу пяти годов планы будут повеличиваться, и в 2025-м эксплуатацию сдадут уже 565 тысяч квадратных метров. Причем с обовязковой наявностью инженерной и транспортной инфраструктуры. Для реализации программы потребуется каля 5 миллиардов рублев. Частка этих сродков будет выдатка ванна державой. Частку жилья побудуют за кош насельництва. Мода и наибольшь складанная ситуация у сельской мясовости. Замоцевать специалистов тут можно печь за все доброй зарплатой и властным жильем. По куль забеспечить эти умовы можно не кожные сельгазпродприемства. Сегодня не все сельскохозяйственные организации имеют материальную возможность построить жилье. Потому что стоимость квадратного метра, которая сегодня оплачивается за счет кредитных ресурсов Белограбанка – 940 рублей за один квадратный метр. Что касается фактической стоимости в индивидуальном жилом доме, получается где-то 1300-1400 рублей за один квадратный метр. Естественно, должно доплачивать само сельскохозяйственное предприятие. Доведены показатели по строительству для многодетных семей. Это где-то 1710 многодетных семей, да мы должны обеспечить жильем. Запланировано и многоквартирное жилищное строительство, как правило, в энергоэффективном исполнении. Запланировано 16 тысяч метров квадратных жилья с электроотоплением, которое сегодня – это электродома, которые будут использоваться и для пищеприготовления, и для отопления. Олег Синцеров, Максим Савин, Валерий Гапанько. Телерадио. Компания. Гомель.